Пресс-конференция в рамках реализации проекта «Впевненный бизнес. Заможня. Роман». Посвященному выявлению существующих проблем и преодолению препятствий для развития малого и среднего бизнеса. Организаторы проекта расскажут, как общественные организации могут анализировать регулярные акты на предмет коррупционной составляющей и бороться за их отмену. Спикеры. Александр Шармар, координатор проекта. Алексей Литвинов, Институт общественной экспертизы. Елена Пархоменко, эксперт профсоюза предпринимателей города Харькова. Богдан Масунов, молодежь и предпринимательство. Эдуард Набока, директор Харьковского регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей. Пожалуйста, кто начнет? Я. Пожалуйста, если позволите. Дорогие. В рамках проекта «Впевненный бизнес. Заможня. Германа» у нас более двух месяцев проходили круглые столы, проходили и пресс-конференции. Проводился широкий опрос предпринимательской общественности. Это и на рынках мелкорозыщей торговли, и производство мелко. И в результате были выработаны ряд претензий к нынешней власти. Выработан меморандум, подписан меморандум с рядом кандидатов. И кандидатов на пост в городской голове, а также с кандидатами в городской и областной советах. Более подробные итоги изложит у нас партнер. Основным итогом нашей работы стало подписание меморандума с представителями некоторых политических сил. К сожалению, не всех. Мы приглашали на наши регулярные встречи, на фокус-группы, на крупные столы для обсуждения возникших проблем представителей всех политических сил города Харькова. Но основными силами, партиями, теми, кто выявил желание работать с нами, взаимодействовать, прислушаться к мнению предпринимателей, не просто прислушаться, а пообещать, по крайней мере, при их дальнейшей работе, учесть эти пожелания и притворять их жизнь. Этими силами стали 5-10, которые все, в общем-то, позиционируют как политическая сила, которая изначально отстаивает интересы малого и среднего бизнеса тех людей, которые, в общем-то, составляют основу, наиболее являются активными членами общества, просто так и основу, в общем-то, создания богатства страны. От 5-10 сотрудничал с нами лидер партии Юрий Граченко, подписал меморандум. От самокомячи меморандум с нами подписал Тарас Светленко, который был от Гераса, как раз по головы. От Батькивщины, к сожалению, не лидер партии, но несколько представителей, комбинаторов депутатов госсовета и уроксовета с нами заключили этот меморандум. Заключили также меморандум, подписали силы от народного контроля и от солидарности, от социалистов. Ну, вроде бы, все основные такие партии, которые, в общем-то, я дизинирую себя как прогрессивные. От Медрожжения, к сожалению, никого не было. Таким образом, те партии, которые пройдут в пользу местных выборов госсовет в область, имеют уже поддержку определенную предпринимателей малого и среднего бизнеса, но также с них и будет определенный спрос в соответствии с теми требованиями, которые мы выделили. Основными требованиями была пятерка пунктов, которые содержали всегда такой основной музыкой об обеспечении прозрачности, прозрачности принятия решений, прозрачности принятия решений по бюджету города и области, по осуществлению застройки города, по правилам введения бизнеса, заключения договоров с предпринимателями на рынках. То, что больше всего, в общем-то, волновало. Потому что правила вроде бы установлены, но они не выполняются, они никем не контролируются. Те органы, которые как бы должны, по идее, стоять на страже порядка и защищать интересы предпринимателей на рынках, они, к сожалению, на дорогу только мешают. Соответственно, те кандидаты в депутаты и в совет, которые подписали с нами этот премарандум, они обязались реализовывать эти требования в жители. А, еще там, когда-то дали в законах, мне, так сказать, партийное лицо, так сказать, подписалось на мемарандум, произвел с нами встречу. В общем-то, то есть прозрачность, прозрачность бизнеса, прозрачность принятия решений властью, это те основные пункты, на которых были сосредоточены требования наших предпринимателей. Этот опрос, опять же, он был не с потока, как говорят. Мы проводили несколько фокус-групп, на которых присутствовали представители бизнеса, как коммерции, торговли, так и производства. Потом, на основании обсуждения в обороне, мы составили анкету, которую допустили среди предпринимателей города Харькова. Они выделили, в свою очередь, ту десятку требований, которые волнуют больше всего, ту десятку проблем и те пути их решения, которые волнуют больше всего, и которые они видят, как пути дальше этих проблем. Потом были проведены круглые столы с обсуждением итогов проведения анкетирования. И по итогам круглых слов уже были сформулированы эти требования, опробированные, обработанные юристами. И, собственно, вот эти требования уже и были представлены в опустоянии нашим комитетам. Ну, что, мы теперь ждем, каким образом, кто победит, и каким образом, в общем-то, с нами все-таки работают. Соответственно, через 100 дней у нас будет встреча с представителями политических сил, которые пройдут в госсовет, и будем поставить мониторинг того, решаются и учим такие проблемы, которые не переносли. Ну, слово предоставлю нашему субкоординатору проекта Эдуарду Евгеньевичу Набоке, который учил в столице 5 раз промышленные капли предпринимателей. Я хочу сказать, что основной лейтмотив проведения этого исследования заключался в том, что любая громада, будь это город, будь это область, будь это район, будь это государство, заинтересована в том, чтобы быть богатой. А богатой нужно быть только тогда, когда большая масса людей занимается бизнесом, создает рабочие места и платит на уровень. У нас, если проехать полюсом города, то вроде бы создает впечатление, что у нас достаточно богатая громада. У нас много автомобилей, у нас есть районы, где каждый дом стоит не меньше миллиона долларов, но при всем при этом большинство людей живет не очень богато. И на социальных программах, я являюсь еще и членом заместительного водителя общественного совета, прям в руку с администрацией, огромное количество людей, представленных там, представляют те свои населения, которые на сегодняшний день не используют крайние трудности. Это и врачи, и учителя, и инвалиды, и дети. И в общем-то, каждая копейка, которая в бюджете так или иначе предполагается на их жизнь, их развитие и существование, она буквально выкрадывается. И для того, чтобы эта ситуация изменилась, должен быть просто больше бюджет. Не нужно экономить, нужно больше зарабатывать. А зарабатывать у нас, как правило, в общем-то предприниматели. Поэтому и возник такой вопрос, а что мешает предпринимателям зарабатывать? А зарабатывать, прежде всего, предпринимателям, мешает неравенство отношений между бизнесом, который наполняет бюджет, и государством. На сегодняшний день непрозрачность исполнения бюджета, непрозрачность принятия регуляторных актов. Большое количество коррупции в регуляторных актах местного самоуправления зачастую делает предпринимателя абсолютно зависимым. И на том же рынке предприниматель, он вообще-то рад. По отношению к нему можно принять все, что угодно. Дополнительную плату ввести, убрать его с рынка, подвинуть его, заставить его выкупить свое имущество, заплатить какую-то дополнительную аренду за свое имущество. Все, что угодно, он не имеет права. Жизнь предпринимателя на самом деле, он просто сам бьется за свое желание. Поэтому на сегодняшний день реализация этого проекта, она не заканчивается тем, что предприниматели высказали свои требования. Теперь нужно среди этих требований выявить те, которые можно контролировать их исполнение власти. Одно из этих требований, вот у нас на сегодняшний день в городском исполнительном комитете, в городском завете, около 600 регуляторных актов. Большинство этих регуляторных актов имеют на предпринимателю непосредственное отношение, определяют, как ему и что ему делать. И на самом деле прав не добавляют и возможностей не добавляют. Поэтому на сегодня в рамках продолжения реализации проекта мы обратились к тому, что необходимо для всех регуляторных актов, которые сегодня действуют на территории Харкестной области, провести антикоррупционную экспертизу. То есть необходимо понять, эти регуляторные акты, они служат для того, чтобы развивать бизнес в городе и области или они служат для того, чтобы чиновники различных уровней, различных контролирующих органов могли иметь возможность разрешить, не разрешить, дать, отнять. Поэтому часть сегодняшней пресс-конференции посвящена именно тому, что мы продолжаем развитие предыдущего проекта, но мы его ведем. То есть на сегодня мы раз... вот сегодня собралась целая группа на тренинге, которые проводятся по вопросам применения методики общественной антикоррупционной оценки регуляторных актов, принятых в городе местного национального региона. Я думаю, что более подробно о сути этой методики и о том, каким образом она уже реализуется в других регионах, нам расскажут наши коллеги из Гермаркетровского и СУ. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо за возможность как раз представить результаты, которые уже сложились и которые могут быть использованы и полезны в Харькове. Сейчас действительно проходит, в это время проходит тренинг, на котором харьковских предпринимателей, представителей бизнес-ассоциаций, представителей облгосадминистрации учат тому, как проводить антикоррупционную экспертизу. Благодаря 55-й статье закона о противодействии коррупции появился новый инструмент, который позволяет пересплатить все нормативно-правовые акты, которые имеют влияние в любой сфере. В данном контексте нас больше интересуют те нормативные акты, которые регулируют предпринимательскую сферу деятельности. И благодаря проведению такой экспертизы можно установить большинство тех коррупциогенных факторов, которые приходят к тому, что предприниматель для ведения своей деятельности вынужден идти на поклон к чиновнику и оплачивать услуги, которые он не должен оплачивать, а должен получать от государства бесплатно. И большая часть этой методики, она базируется на уже принятой в Украине методике, утвержденной в Министерстве юстиции Украины. Это позволяет предпринимателям и бизнес-ассоциациям перейти на платформу, которая позволяет вести диалог с органами власти и аргументированно представляет свою позицию. И нашей главной целью в этом проекте является то, чтобы дать толчок для налаживания этого диалога между властью и бизнесом. Для того, чтобы они аргументированно ввели диалог и принимали решения, которые будут прозрачны, понятны, и они будут содействовать развитию бизнеса. При этом не будут внедрять дополнительные попоры и сборы, которые ни к чему позитивному не приводят. Задачей предпринимателя является создание рабочих мест, уплата налогов и развитие бизнеса. Государство должно обеспечить максимально комфортные условия для ведения этого бизнеса. А мы, как потребители с вами, сможем только от этого выиграть. Но каждый раз, когда вводится дополнительная заговорка в законодательстве, и она обязывает предпринимателя не вести свою деятельность, а хотите согласовывать дополнительные документы, получать необоснованные разрешения и изымать деньги для того, чтобы оплатить взятку, это все отражается на нас с вами как потребителях. Мы оплачиваем всю эту коррупцию. Нам это не нужно, и мы стараемся упредить это в проектах нормативных актов и пересмотреть те документы, которые уже действуют. Почему? Потому что очень низкая культура была нормопроектировочной деятельности, и во многих документах эти риски есть. Благодаря активной позиции бизнес-ассоциации в Харькове, это привело к тому, что уже составлены перечень приоритетных актов, которые уже будут рассматриваться. И мы надеемся, что результаты, которые уже были показаны в Ивано-Франковске, в Виннице и в Сумах, они найдут свое подтверждение и в Днепропетровске, и в Харькове. И они станут наследоваться во всех остальных регионах, потому что это действительно эффективный инструмент, когда в условиях децентрализации мы принимаем на себя ответственность за то, как развивается здесь бизнес на нашей территории. Я передам слово Богдану, который расскажет о том опыте, который есть в Сумах. В рамках данного проекта мы реализовываем две компоненты. Первый компонент – это тот проект, про который сказали вы. Мы тоже выдвигали требования от бизнеса к будущей власти и с предложением определенных реформ. Одно из требований – это было проведение депропаркционной экспертизы, это было упрощение получения любых разрешительных процедур, касающихся ведения бизнеса. И у нас как результат было подписано 11 меморандумов с кандидатами в мемори из 14, у нас было подписано 14 меморандумов с политическими партиями из 22, и у нас было охвачено 193 кандидата в депутаты из 627. Сюда мы приехали в гости с нашим коллегам рассказать о втором проекте, который называется «Антипропаркционная экспертиза нормативно-правых актов», который мы проводили непосредственно в городском совете, в Сумском городском совете. Как результат, мы промониторили решение с 2011 года по 1 квартал 2015 года в общей сложности 7200 нормативно-правых актов для того, чтобы выявить, какая часть из этого всего массива есть революторными актами. Мы выявили, что 95 нормативно-правых актов есть революторными, которые непосредственно влияют на жизнь и осуществление предпринимательской деятельности. К сожалению, мы также обнаружили, что 15% из них прошли поза процедурой, предусмотренной законом Украины про революторную политику. Мы взяли 4 направления, которые детально анализировали на предмет коррупционной составляющей. Это земельные вопросы, это архитектура, это коммунальное майно и это реклама. Мы взяли 33 нормативно-правых акта, регуляторных акта, и выявили, посчитали, мы выявили 327 коррупционных рисков, которые дают возможность осуществить какие-нибудь коррупционные схемы. Сейчас результатом нашей работы, полугодовой, стало то, что уже подготовлены 4 документа, которые уже висят на сайте Сумской обеспеченности для революторного политика, уже проработаны и сделаны. Это касается размещения двумчасовых споруд для стесняк предпринимательской деятельности, это проект по рекламе, про внешнюю рекламу, это по благоустрою и по правилам торговли. И на сегодня, точнее уже послезавтра, будет приниматься как раз на выконкуме вопрос о внешней рекламе. И с этими результатами, как и все, по всей процедуре, которую мы пришли, мы хотим сегодня поделиться с нашими фарьковскими регуляциями. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Скажите тогда, вот, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вы сказали, что подписали определенный меморандум с политическими силами. Политическая сила, с которой вы не подписали, выиграла. Как вы теперь будете действовать? Ну, так же прошли некоторые политические силы, которые вы подписали. И есть надежда, в общем-то, что потихонечку мы сможем переломить ситуацию в нашем городе. Да, нет надежды. Мы даже уверены, что те силы, допустим, вот, самопомощь подписала, она, мы верим, это молодые ребята, много там юристов у них, ребята, которые хотят изменить к лучшему положение в городе Харькове. Хотя и Геннадий Адольфович хочет по-своему изменить. Я думаю, что он делает свои действия для себя, а выше для всех остальных. Мы и с ним найдем общий язык и думаем, что он много делает для города, никто не станет отрицать. Но в предпринимательстве, в малом и среднем бизнесе, конечно, там есть очень еще большое поле деятельности для улучшения, для трудозагитости. И в основном для борьбы с коррупционными такими направлениями. То есть с нелегальной торговлей, которая сейчас процветает по-прежнему и увеличивается в городе Харькове, создает большую конкуренцию легальным предпринимателям в сфере малого и среднего бизнеса. Я думаю, что мы сумеем с новыми силами, которые придут в городсовет, вместе переломить обстановку и убедить действующую власть в том, что необходимо обращать внимание и на малый и средний бизнес. Скажите, пожалуйста, будете ли вы удивлены, если в результате ваших действий вы обнаружите, что главным коррупционером является теперь новый мэр? Теперь новый мэр. Будете ли вы этому удивлены? Нет, ну в принципе система работает определенная в сфере малого и среднего бизнеса. Система по город существует. Мы думаем, что старый новый мэр по-новому проанализирует ситуацию, прислушивается к мнению предпринимательского средовища и вместе с новыми силами, пришедшими, поломает эту обстановку и изменит ее в лучшую сторону. То есть вы в это верите? Мы в это верим. Самая главная сила общественной организации, ну самое главное наше оружие, это публичность. Ну вот я думаю, что к этой публичности нужно прибавить еще профессионализм, потому что для того, чтобы увидеть коррупционную составляющую в его рекордных актах, нужно привлечь профессиональных юристов, профессиональных аудиторов, тех людей, которые умеют не только прочитать, но и увидеть. И третье, что нужно прибавить к публичности и профессионализму, это, конечно, объединенность. Вот на сегодняшний день 9 общественных организаций создали коалицию малого и среднего бизнеса, в которой был осуществлен проект изучения мнений предпринимателей. Эта коалиция продолжает действовать, двери ее открыты. Мы надеемся, что в итоге в коалицию войдут большинство предпринимательских бизнес-ассоциаций, которые так или иначе реально действуют на территории Харьковской области. Если 9 поменять на 20 или на 30, и на 30 сайтах разместить информацию о том, что мэр или мэр, или горсовин, или любой другой высокочиновник нарушают закон, там или иначе, плюс прибавить ваши возможности в плане вашего информационного центра выйти в открытую с этой информацией, я думаю, что это наивно, причем эта информация должна быть максимально профессиональной и точной, чтобы ее нельзя было ни оспорить, ни отсудить, потому что проигранный суд – это шаг, два шага назад. Если нам удастся это создать и это реализовать, это будет самым эффективным методом борьбы, ну, исключая палки и инфрацию, естественно, в которые мы сможем побывать в ту ситуацию, которая, к сожалению, пока еще существует. Как будет проходить процедура подобных вскрытий коррупционных схем, скажите? Существует ли? Проходит именно. Как раз мы берем опыт. Опыт других городов, которые уже положительно сыграли роль. Это очень кратенько, просто концептуально, в чем заключается эта экспертиза. Первое, то есть определяются приоритетные сферы, почему? Потому что у бизнес-ассоциаций нет неограниченных ресурсов. Поэтому надо взять ту проблему, которая касается большей части, которую поддерживают все предприниматели. Она берется, берется, прорабатывается вся нормативная база в этой сфере, и по каждому акту выверяется, что в этом, как каждое положение в этом акте, к чему оно может привести, как оно трактуется чиновниками, почему предприниматель вынужден приносить деньги, почему он лишен тех прав, которые заложены в законодательстве, где местная нормативная база конфликтует с государственным законодательством. И все это выверяется. Самым главным здесь является то, что помимо того, что мы будем выявлять с коллегами недостатки, коррупционные риски, мы будем давать рекомендации, как их убрать из этих актов. То есть эти рекомендации будут предоставляться действующей власти. По 55-й статье все того же закона про борьбу с коррупцией, они должны обязательно учесть эти замечания. И, соответственно, мы будем уже контролировать, помогать коллегам, чтобы этот контроль был максимально публичен. Но в чем здесь выгода и в чем здесь козырь? В том, что предприниматели, на которых всегда власть сцена, да они самые главные коррупционеры, потому что они для ведения своей деятельности сами приходят и приносят взятки. Вот они здесь сидят, и они готовы сказать, что они не будут давать взятки чиновникам для того, чтобы вести свою деятельность. А когда их будут вынуждать давать взятки, то они будут их привлекать к ответственности и будут делать, чтобы у них как можно меньше оставалось этих крючков. Дергать предпринимателей. Я думаю, что именно в этом основной посыл и основной резерв и находится, что одна из частей, на которой всегда опирались как на тех, кто являются соучастниками коррупции, она сказала, нет, мы не соучастники, мы хотим жить честно, и мы считаем, что чиновники тоже будут жить честно. Вот это является главным посылом. То есть это на примере, как делалась иллюстрационная палата, то есть выбирается чиновник, вы каким-то образом собираете о нем информацию и потом ее публичиваете. Правильно я понимаю? И вы говорите, что он коррупционер, да? У нас не задача обвинить кого-то в коррупционере. У нас задача сделать благоприятные условия для ведения бизнеса. В этом главная задача. И вот тут надо найти каждую булавочку, каждую иголочку, которая мешает бизнесу развиваться. Они есть заложенные в законодательстве. Они есть заложенные органами местного самоуправления. И как только мы будем выходить на тот уровень, что можно решить на органах местного самоуправления, мы будем давать эти рекомендации. Если мы будем выходить, что это заложено кабинетом министров, которые дублируются местным, мы будем выходить на кабинет. Если это на Верховную Раду, то это будут эти рекомендации на Верховную Раду. То есть здесь будет предусмотрен определенный комплексный механизм, который будет решать эту проблему на всех этапах. Да, то есть понятно, что вы не ищете конкретного человека, коррупционера, вы ищете схемы, которые мешают работать бизнесу, а эти схемы завязаны на коррупции. Эти схемы будут раскрываться. Как минимум лишить у их законодательной опоры базы, на которую они опираются. Почему? Потому что очень часто регуляторные акты принимаются даже с обсуждением с гражданами, но при этом никто не копался в этом акте, и не знает вот этих заговы, которые потом чиновниками используются для того, чтобы обойти закон и попросить какую-то взятку предпринимателей. Хорошо, вы вскрываете схему, видите конкретную проблему, вы ее опубличиваете. Силы инертности государственной машины на рассмотрение уходят даже не месяцы, а иногда и годы. Вы тем не менее говорите, что если проблема завязана вообще на кабинете министров, то вы выходите туда, это годы. А предприниматели продолжают по этой схеме работать. Вот как это? Я коротенький, одну ремарку. Спасибо вам, очень главный вопрос. Это мы с коллегами как раз сейчас над этим работаем. Мы понимаем, что с нашим кабинетом министров практически невозможно ввести диалог от харьковского бизнеса, невозможно, да, с кабинетом ввести классное дело. Но нас, слава богу, слушают партнеры международной организации, европейская бизнес-ассоциация, которые имеют влияние на наш кабинет министров, которые могут поставить условия, что если не будут внесены эти изменения, Украина не получит очередной транш. Это будет условием. И только это является возможностью давления снизу от предпринимателей и международных наших партнеров, которые, слава богу, нас поддержат. И этот тренинг, опять-таки, поддерживанный в Юйсейдах, то есть американским народом. То есть тот, кого боится наш кабинет министр, а это реально дает ему деньги. Вот только он нам в этом случае и сможет помочь. А мы именно по их программам работаем. На данном этапе. Но с другой стороны, объединяться, объединяться, еще раз объединяться. И вот именно эта программа объединила нас в коалицию, с одной стороны. Еще раз повторяю, две коалиции открыты. Скажите, где можно узнать информацию об этой коалиции? Сайт профюнион.орг. Проф? Профюнион.орг. Сайт Харьковская региональная отделение Украинского. Свою сотрудничество предпринимателей. Так. Это для того, чтобы мы могли это написать, да? Страницы Facebook, Шармар Александра, Facebook. Одна общая, это национальная проформа малого и среднего. В которой мы все. МСБ. МСБ на руки. Как вы продвигаете сайт, для того, чтобы как можно больше предпринимателей вступало в эту? В эту ассоциацию, в эту коалицию? Как, ну вот, какие есть посылы? Как вы рекламируете эту коалицию? Ну, к примеру, я как предприниматель не знал об этом коалиции, пока вы сегодня не пришли. Я, наверное, выступлю. Ну, мы, кстати, мы были вот здесь у вас, проводили пресс-конференцию по промежуточному новой организации проекта. То есть это показывали и по нашим Харьковским телевизионным каналам. И вы показывали интернет, и вы показывали это точно. Ну, я привожу, это удалированный пример, да. Есть определенное количество предпринимателей, которые не подозревают о вашем существовании. Нет, ну, периодически мы выходим в эфир. Озвучивайте. Через вейсбук, через свои сайты, через публичное выступление, где-то делали. Проводят ли в вашей коалиции некие тренинги, вот обращаясь к молодежи предпринимательству, для молодых ребят, которые начинают стартапы, которые входят в предпринимательство, им нужны советы? Вы каким-то образом их... Ну, коалиции пока два месяца всего. Нет, ничего. Это у нас есть русская коалиция, она с 2011 фото, входят 11 бизнес-ассоциаций. Мы проводим, одно из наших направлений, мы проводим мотивационные тренинги для тех людей, которые хотят заняться бизнесом. У нас сейчас, сейчас идея, она идея родилась давно, мы ее будем воплощать, у нас в городе суммы. Это третья школа бизнеса, результатом которого должен стать уже готовый предприниматель с определенным конкретным бизнес-планом. И под этот бизнес-план мы будем помогать находить инвестирование. Потому что есть, у нас есть, у нас даже в городе есть инвесторы, которые приходят, нам говорят, у нас есть деньги, но мы не знаем, куда их тратить, куда их положить. А мы будем как раз их связывать между собой. Плюс у нас есть предприниматели, которые есть какие-то объемы незадейственные, или площадя, или какие-то ресурсы. Он говорит, я готов отдать определенный ресурс. Вот, вот, возьмите этот ресурс, пустая тот, кто будет у вас учиться, напишет бизнес-план, и мы его вводим как там партнер. Проводим. То есть, для людей, которые начинают стартап, к вам нужно обращаться, потому что там есть потенциальные инвесторы, которые хотят потратить какие-то деньги. У нас еще был день города, и мы устраивали конкурс на лучшую бизнес-идею. И победитель этого конкурса получил у нас сертификат на бесплатный консалтинг, поучку написания бизнес-плана, помощь в привлечении инвестиций. И вот после вот этих всех выборных процедур мы будем встречаться с ним и будем писать. А у него была бизнес-идея, это утилизация тех пластмассовых бутылок, которые лежат, в специальной машине, как эта в Европе. И за это человек будет получать компенсацию за эту бутылку. То есть, он может получить чек и отправиться в магазин. Понятно. То есть, получается, народ – это источник власти, правильно? В стране предприниматели зарабатывают деньги для народа и для власти. И нанимают менеджера, чтобы эффективно руководить. Если менеджер плохой, мы перестаем ему платить просто. Я вас прекрасно показываю, шикарная идея. Спасибо. Вопросы, если есть? Хочу добавить, что, говоря о развитии малого и среднего бизнеса, надо иметь в виду, что большинство харьковских предприятий, даже промышленных, ну, там, может быть, исключая, там, Африкантов, Трубалатов, они относятся по европейским меркам к союзному бизнесу. Вот на сегодняшний день, например, в Харькове мало кто знает, что создана организация работодателя авиационной промышленности. И эта организация работодателя, то есть, сюда входит весь авиационный курс Харьковской области. Я думаю, что мы и их привлечем, потому что там для предпринимателей, для стартапов огромное количество мыслей и идей. Авиационная промышленность у нас – это одна из наших гордостей, которая сегодня испытывает должности. Но если мы помним, буквально 5 недели назад президент собирал всех авиаторов в Киеве и сказал о том, что производство самолетов остается приоритетной отраслью в Украине. И на сегодняшний день, вот там, 178-я машина, которая чисто украинской сборки идет, наши авиаторы – это огромный полет на реализации идей и возможностей малого и среднего бизнеса. Мы обязательно привлечем их к нашей работе. Еще одна ремарка. Да, конечно. По поводу важности малого и среднего бизнеса, особенно на местном уровне. Это более 60% наполнения местных бюджетов идет от малого и среднего бизнеса. И 70% занятых. Это тоже за секунду. Это очень важно. Когда чихает крупный бизнес, мы быстро ощущаем, потому что это сразу большой объем. Но именно то, что уходит с большого бизнеса, может в себя, как губка, впитать только малый и средний бизнес. И тогда мы можем не испытывать вот этих социальных взрывов, когда закрывается и прекращает работать предприятие, и сразу никто не знает, куда деть там 20 тысяч человек. Малый бизнес способен все это трудоустроить и работать, и обеспечить работу. Но ему надо дать условия для жизни, лишив вот этих вот коррупционных схем. Ну и хотел обратиться я еще к нашей пресс-конференции, к нашим предпринимателям, которые задействованы малыми и средним бизнесом. Думайте сами, решайте сами. Если вы будете объединяться, вот и сейчас нам на этом тренинге разъясняют и объясняют, что не обязательно выходить на Майданы, не обязательно выходить с лозунгами «Ехать в Киев», если конструктивно и обрунтованно, как говорится, подходить к тому или иному законодательному акту, то можно решать вопросы путем переговоров. И кассовые аппараты, которые с первого числа опять начнутся, и вопросы другие, которые касаться будут предпринимателей, садимся за стол переговоров, если у нас есть обоснования, если предприниматели объединены и мы имеем достаточный ресурс для участия в работе и кабинета министров, встреч в Верховной Раде, то мы вырабатываем, делаем определенный анализ и садимся с властью за стол переговоров и решаем данные вопросы. Если предприниматели не объединяются, а чего-то ждут с моря погоди, но ничего не будет, тогда единственный путь принимает закон, и мы его выходим, решаем, и как правило, с дубинами, с плакатами, с лозунгами. Поэтому должна быть целенаправленная, кропотливая работа при поддержке объединенных сил предпринимателей. То есть, когда предприниматели объединяются, становится абсолютно понятно, что им мешает для нормальной работы. И они выясняют, что это либо помехи коррупционные, либо несовершенство законодательства. То есть, и там, и там вы работаете. Можно работать на упреждение. На уровень выше. А не после того, когда закон принят. Они начинают формировать поездку дня. Что нам надо предпринимателям в будущем году, в следующие пять лет, чтобы они развивались хорошо. Ну, тогда вам нужно максимальную публичность и максимальную периодичность вашей публичности. Для того, чтобы объединять как можно больше предпринимателей. Чтобы у нас было... Перестаем платить плохим менеджерам. Я согласен. Ну, к сожалению, даже в этой программе, когда мы, в общем-то, выступали, объединялись и так далее. Мы почувствовали на себе, что средства массовой информации принадлежат определенным владельцам. Владельцам, которые то ли разрешали, то ли не разрешали. Не разрешали. Мы приглашали, но не приходят. Не хотят меня услышать. Ничего. Ситуация меняется. Вам спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Надеемся на дальнейшее участие ваше. Спасибо.